85 регионов страны и более полумиллиона человек приняли участие в ежегодном всероссийском забеге Кросснации 2022. Вместе с любителями здорового образа жизни по дорогам столицы пробежала и наша съемочная группа. Подробности далее в сюжете. Погода хотела внести свои коррективы в проведение всероссийского кросса нации в Мариел, но ей этого сделать не удалось. Все любители здорового образа жизни пришли на старт, чтобы поучаствовать в забеге, который проводится в каждом городе нашей страны, начиная с 2004 года. Проводить такой масштабный спортивный праздник решили с целью пропаганды здорового образа жизни и привлечения жителей нашей страны к занятиям физической культурой. Тогда же 18 лет назад на старт вышли любители спорта из 21 города нашей страны. В общей сложности в забеге приняли участие 100 тысяч человек. Всем так понравилось это мероприятие, что уже через год география проекта расширилась почти вдвое. 45 городов и 450 тысяч спортсменов. В столице нашей страны в 2005 году вместо выстрела стартового пистолета решили использовать бой кремлевских курантов. В Мариел Кросснации это праздник. В этом году участники преодолели дистанцию в 2 километра 22 метра, а также 4, 6 и 8 километров. Это мероприятие мы ждали практически два года. В связи с коронавирусом мы не могли проводить массовые мероприятия и действительно сегодня для нас праздник спорта. Я бы еще хотела поговорить о моде. Вроде бы спорт и мода причем здесь, но действительно в последнее время заниматься спортом стало очень модно и популярно. Я думаю, что это самый классный тренд в моде быть активным, быть здоровым. 1014 участников, 158 из них представляли трудовые коллективы предприятий и организации республики. Самым юным участником забега в этом году стал двухлетний Степан Зотов, а самым возрастным 75-летний Николай Соколов. Я отбежал малый марафон в 87 году. Как начал, так и не мог остановиться. Все больше, больше и больше. Никакого тренера у меня нет. Я простой работяга, электрогазосварщик. Значит, у меня 4 внука, 4 правнука. Со внуком бегали в Казани, ему 17 лет. Внучка есть. В общем, бег – это праздник души, общение – это ни с чем не сравнимое. Бегайте, шевелитесь, по-любому виду. Ровно в полдень прозвучал выстрел стартового пистолета. Участники преодолевали свои дистанции по дорогам города. Стартовали у Ледового дворца, там же и приходили на финиш. Все замечательно. Я занял первое место до 20 лет. Хочу выразить огромную благодарность организации, потому что, несмотря на такую погоду дождливую, все прошло на высоком уровне. И по трассе было просто замечательно бежать. От погоды немногое зависит, поэтому шло все хорошо. Я бежал как бы в удовольствие, выполнил все свои установки, и я этому рад. Да, это очень трудно. Дыхание вообще просто задерживается. И еле как можно добежать. Все. На последних силах бежишь. Мы справились. Самое главное. Но было тяжело, да. Мы занимаемся, плаваем. Мы мужики, поэтому мы и побежали. Несмотря ни на что, мы же пловцы, и мы поэтому и побежали. Всем победителям и призерам были вручены дипломы, медали и Кубки Министерства спорта Российской Федерации. Несмотря на дождь, улыбки на лицах людей означали лишь одно – праздник удался.